здравствуйте дорогие наши подписчики наши садоводы сегодня я хочу с вами поговорить о крестоцветной бложки мы тогда сняли видео я там посаживала капусту меня многие спрашивали чем обрабатываем крестоцветной бложки да это такой опасный вредитель который прямо мылниеносно может весь урожай наш уничтожить крестоцветный так и хочу вот показать здесь нам прямо на наглядном примере вот здесь я посадила 4 семечка пекинской капусты посадила их прямо в грунт без рассады банками закрыла и вот сколько дней уже не менее недель я к ней вообще не подходил посмотрела только что одна и взошла смотрю эти взошли это не все я ее убрала выбросил а это так и стоит и вот я тут как раз когда капусту высаживала и думал посмотреть хоть пойти что у меня тут под банками творится и вот она уже и есть так вот сейчас можно уже при открытии показать это моя капуста вот она капуста это конечно надо все прополоть сейчас мы это все прополем этот вот чистенький такой такой качанчик вот прямо из семечка так так куда мне у меня ничего нет ну вот пока вот сюда так а вот она вот она видите какие ну все знают наверное кто выращивает все знают об этом вредители вот она делает вот такие дырки вот она уже есть вот такие дырки она делает затем эти листья засыхают и если она повредит точку роста даже вот все здесь съест то все качантика не будет пока одно сажаем другое уже нужно полоть скоро начнется период про полки но это тоже вот честно маленько что ли вот эта пирочка она уже прискакала конечно она же скачет так ну вот давайте мы про нее и поговорим то такая кристоцветная обложка это такое мелкое насекомое величина его всего два три миллиметра черного или темно-синего цвета блестящие она прыгать способны прыгать она очень высоко прыгать вот если вот она закрыта была здесь доступа совершенно не было она же перепрыгнул откуда то есть она очень высоко прыгать она может передвигаться по вашему участку с места на место она может прискакать соседнего участка клап и конечно с ней нужно бороться во первых нужно знать что будет что не любит она не любит влагу но все кристоцветные любят поэтому если поливать хорошо то и может быть тоже место практики какая-то будет ну а так бороться значит есть у нас народное средство борьбы есть химические препараты есть биологические препараты народные средства это и ботва томатов и чесночный отвар много но это все средства только отпугивающие они не уничтожают кристоцветную бложку они только отпугивать своим запахом и я все говорю можно ее пугать каждый день запах есть и и нет запах исчезает она тут как тут поэтому кто часто может быть бывает на своих садовых участках может быть можно третий методы борьбы применять но кто вот так прямо приезжать даже как мы то что не каждый день конечно это для нас не подходит так следующее идут химические препараты химические препараты это идет актара фуфанон децис аллатар но это тоже смотрите можно опрыскивать но хотя бы даже за месяц до уборки урожая поэтому как-то вот а биологические биологические препараты это фитоверм это битоксибацилин это сучиво и что еще можно сделать так вот конкретно скажу про себя капусту я обрабатываю препаратом батрайдер мне вот он очень очень нравится это новый инновационный препарат так зачитаю даже уничтожать светоеда щитовок клей листоверток белянок моли и совок трипсов крестоцветных блошек вишневую муху долгоносиков и других вредителей это препарат контактный системный есть препараты у нас системные есть контактные в чем отличие контактные действуют при непосредственном контакте с вредителями уничтожается вредитель непосредственно если вы попали на этого вредителя при опрыскивании и если они поедают листочки обработанные контактными препаратами которые вы обработали они поедают и погибают системно же препараты такие например как актара препарат продвигается по сосудам по канальцам сосудистым по растению и насекомые поедая эти листочки погибает но препарат распространяется не только по опрыскивным по опрысканным растений но по листочкам но и по вновь образующимся поэтому защита идет дольше а это контактно-системный препарат то есть вот никаких шансов выжить у кристосветных вложек уже нет хоть контактом попали хоть систему они поели эти листочки хоть новые листочки которые лезут они их приели то есть шанса выжить у них нет вот этим я обрабатываю но только срок ожидания 20 дней обрабатываем не позднее чем 20 дней до уборки урожая капусту мы за это время еще есть не будем даже ранее там примерно месяц у нас уходит полтора поэтому вот по капусте я его применяю а такие культуры которые также кристоцветная обложка хорошо поедает все кристоцветные и кристоцветная обложка она хорошо у нас зимой в виде личинок земле если осенью перекапываем землю тоже мы ее выносим наружу личинки могут погибнуть питаться а вот она зимует у нас в виде личинок земле и как только прогревается до плюс 12 температура и благоприятные условия и она выходит наружу начале она питается сорняками кристоцветными такими как белая горчица дикая речка пастушья сумка а затем когда мы высаживаем свои растения нежные тонкие листики она и хорошо поедает но как мы знаем кристоцветная обложка поедает не только капусту но и такие кристоцветные как редис речка репа рукола особенно рукол такие растения я конечно батрайдером не обрабатываю может быть кто-то их обработать фитовербом может быть им нужно там же тоже огурцы мы обрабатываем 2-3 дня сколько ожидания можно но я все равно траву вот эту всю я не обрабатываю препаратами я делаю им посыпку сразу начиная прямо от самых посевов потому что можно прокоролить они вот только-только листочки выйдут и если бложка это есть она сразу раз и как будто бы рукола и не взошла вот я сегодня как раз тут на оголочный уголочек подсадила руколу мы ее очень любим я ее сажаю вот буквально через две недели через две недели все новое и как я делаю сразу начиная от посева вот когда я посеяла конечно я бороздки все пролила положила все вот она у меня здесь сегодня на уголочке я ее вот 4 тут рядочка я ее посеяла потом я ее поливаю прямо сверху для чего нужно полить чтобы эта посыпка не улетела с ветром ветер сдует ее как не бывало если я вообще на сухое вот это все посыплю все издует а здесь она прилипнет что можно посыпать можно посыпать горчичный жмых табачную пыль табазол это табачная пыль золой табагор табачная пыль с горчицей даже просто золой это тоже будут методы борьбы вот я прямо посыпаю вот пока нет ничего никакого никаких сходов я посыпаю прямо сверху вот так по сырому а затем когда уже она взойдет я посыпаю между ряд что есть под рукой есть горчичный жмых у меня на данный момент значит горчичный жмых не будет что-то может быть другом все это можно сделать ну вот так вот мы боремся с крестоцветной бложкой оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал всего вам доброго до свидания